всем привет мы решили выехать за кормами и сосед мне не я сказал что для того чтобы как-то побороть вот это вот ежедневно появляющуюся грязь у себя в курятнике в вольере сейчас на улице плюсовая температура он уже там не опилки а вот сена солому там мелко рубит бросает и вроде бы это как говорит лучше выход из положения потому что опилки подсыпать я уже устал не успеваешь просто они втаптываются быстро и сам уже стараюсь как можно реже заходить для того чтобы все это не вдавливать грязь поэтому вот выехали сейчас на склад прикупить сено посмотреть если она у них и там может быть какие-то еще новинки есть чего-то чего-то для нас да кстати кто как из вас вот сейчас вот выходит из этого положения кто какими способами борется с этой ежедневно практически появляющейся грязью с проступающей сквозь опилки сквозь сена сквозь подстилку но я оговорюсь что это в вольере происходит курятники в самом танки там температура плюс 18 где-то плюс 19 меня поддерживается с помощью обогревателей поэтому там все в порядке а вот в вольере там температура такая же прям практически как на улице нет нет где-то из крыш там чет подкапывает где-то через отверстия да вот такая вот прям беда и кто как из вас вот из этого положения выходит попалась на глаза вот такая вот кормовая добавками пробил кто-то мне в комментариях по моему даже неоднократно писали о том что очень хорошая полезная вещь что-то вроде пробиотика но что у меня сразу бросилась в глаза допустим благоприятные условия для пищеварения и вот она самое главное улучшает конверсию корма то есть по идее те цыплята которые у нас сейчас но по виду по внешнему виду это бролеры но по весам это не до бролеры при введении в рацион вот этой кормовой добавки должна значит улучшая улучшая конверсия значит должны набор веса улучшится вот но мы просто попробуем так как дело у нас потихоньку потихоньку идет уже к завершению всего этого эксперимента там то есть мы цыплят скоро будем бить ну не знаю может быть на финальном этапе они вот какой-то какой-то небольшой такой знаете вот прорыв в наборе веса с помощью этого м пробио сделаю я уж не знаю помимо всего прочего тут еще профилактика желудочно-кишечных заболеваний есть в общем почему бы и нет вот зайдя сегодня на точку мы тут увидели еще какие-то новинки у них появились это не реклама ну вот как аналог в принципе рекомендуют попробовать вот спасицы появился тоже что-то пробиотики да но в принципе наверное да без тогда деда иммунитет препятствует развитию патогенной микрофлоры улучшает перевариваемость кормов ну наверное это в принципе аналог по цене только получается вот эта штука стоит 550 рублей а спасицы камеля бы сколько стоит а вот это стоит 200 рублей 200 рублей да вот это 100 миллилитров вот здесь 500 миллилитров в общем тут такая чузо бочка ветос паре нахте хватит что такое такое пробиотическая кормовая добавка для животных тоже пробиотик чё чей а то же самое как то тоже типа типа того что ли на живых спорообразующих бактериях что то что вот то что пакетик вот что мы читали типа активированного угля что ли ну вот уж самая микро биоактив но тебя смутило то что вот это активированный уголь да что это не может работать как не понимаю ты скорее всего что-то не понимаешь там люди же не глупые сидят они наверное уж что-то придумали вот а вот это сколько стоит ведро это там какой-то порошок что ли ну как здесь коробочка для профилактики батареальных вирусных грибковых заболеваний острых хронических заболеваний жкт печени мочеполовой дыхательной системы гнойно-септических воспалений от всего то есть обратите внимание это не лечение это для профилактики то есть лечить этим вы у вас не получится а давать вот так вот для того чтобы у птицы повышался иммунитет в борьбе вот с этими перечисленными мною заболеваниями ну он должен помогать пробиотик четвертого поколения ну не знаю что там и что там и ну вот этот им пробио мы возьмем им пробио мы возьмем а вот это вот типа активированный уголь до активированную были с лактобактериями в общем жена говорит что типа уголе так сорбент как он может сочетаться с лактобактериями типа это мне кажется активирный он все же на себя царбирует все забирает и что лактобактерии должны туда же забраться и но какашку да может быть я че ты не понимаю да может быть может ты че-то не понимаешь может быть создатели этого активирована угля уже сайт форма я не знаю дает производитель научную гидрическое предприятие да наверное более продвинутых чем я да вообще мы сейчас на улице плюс два даже три градуса в вольере там у нас просто черти чё творится я не успеваю подсыпать опилки я решил сейчас заехать сено попробовать сено мне сосед сказал не ясно да мелко его мелко нарубить и бросить на подстилку что это будет лучше чем ты будешь хоть топором вот так вот раз 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 порублю хоть чем мачете вот это может быть лучший вариант будет чем опилки не знаю попробуем ехали сюда и затем и за другим вот попробуем вообще сейчас вот из-за такой погоды погода стоит на ну там какими-то перерывами наверное практически уже три недели такая вот слабый плюс слабый плюс и я не успеваю просто вот это все подсыпать я думаю многие столкнулись с этой ситуации вот в условиях практически такой антисанитарии который без конца появляется в вольере часть птицы начала дристать хотя с кормом все нормально в курятнике все нормально чисто сухо но в вольере нет нет где-то вот все равно грязь я не успеваю подсыпать туда где-то не успеваю убрать перевернуть это перелопатить верно где-то вылезает часть птицы начала дристать вот сейчас вот это средство которое мы купили я попробую птицы вводить вот хотя это профилактика и скорее это не лечение вот но тем не менее посмотрим может быть будут какие-то там позитивные изменения хотя нет она же там для лечения для для профилактики этих кишечных заболеваний ладно мы позже не будет до хуже не будет посмотрим ну и конечно сейчас вот солому там солому солому на подстилку ну все всем пока